Дилер, вот скажи, что нужно сделать в самую первую очередь, когда просыпаешься? Ну, это зарядка! А ещё раньше? Кофе? Нет, первым делом, конечно, нужно улыбнуться. Всего здоровья и красоте в нашем следующем сюжете. Сейчас, на данный период, у нас офтальмология по патологии стоит на втором месте после ортопедической патологии, к сожалению. Потому что всё это взаимосвязано, дети сидят неправильно, у них нарушается осанка, и как следствие этого, к сожалению, происходит снижение зрения. Оно происходит постепенно. К сожалению, не все дети сразу это осознают, и родители замечают, это не сразу, что с ребёнком что-то не так, возникли какие-то проблемы у ребёнка. Поэтому мы рекомендуем, чтобы не было такого отдалённой диагностики, рекомендуем 2-3 раза в год родителям обращаться, школьникам, конечно. Родители и школьников обращаться на консультацию в офтальмологические центры, ко врачам-офтальмологам, для того, чтобы вовремя выявить зрительную патологию и, естественно, вовремя начать её лечение. На первом месте патология миопическая, то есть близорукость, когда снижается зрение вдаль у ребёнка. Дальнозоркость также, когда страдает зрительная работа на близком расстоянии. Астигматизм, дальнозоркий и близорукий смешан, это сложная аномалия рефракции. Чаще всего на начальном этапе у детей возникает, какая первая аномалия наша главная, это нарушение аккомодации или спазм аккомодации, с чего всё начинается. Глаз устал, если вовремя начать лечение, тогда можно этот уставший глаз спасти, то есть повысить остроту зрения до 100%, которая является в норме у каждого человека. Лазер-лечение направлено на то, чтобы снять спазм с глазной целлярной мышцы, усилить кровоснабжение сетчатки. За счёт этого у ребёнка повышается острота зрения на 2-3 строчки, либо 20-30%. Есть аппарат, который очень интересен для детей, когда ребёнок просматривает какой-то очень интересный фильм или мультфильм, и в этот период снимается электроэнцефалограмма, то есть идёт лечение через головной мозг. Когда ребёнку подаются потенциалы на головной мозг, во время этого просматривается фильм, фильм гаснет экран, когда потенциалы отрицательные, то есть они не нужны для мозга, это такое этап лечения. Когда потенциалы положительные или нужны для мозга, экран включен, то есть идёт фильм. Продолжается этот сеанс 30-40 минут для каждого глаза. Ну, такая любимая методика для детей. Компьютерная программа, которая также используется при всех аномалиях рефракции, при близорукости, при дальнозоркости, при косоглазии. Ну, компьютерная программа также направлена для того, чтобы именно снять напряжение с глазной мышцы целиарной. Очень интересный массаж на очки, пара орбитальная. Это массаж вокруг глаз, он тоже полезен, когда глаз устал к концу дня у ребёнка. Или от того, что он длительно очень много читал, занимался, активно используем эти релаксирующие, расслабляющие очки. Очень приятно и комфортно.